Добрый вечер! Вы смотрите новости Прима. Студия Анастасия Цыганова сейчас коротко о главных событиях этого дня. Стали известны даты празднования Дня города в Красноярске с 9 по 11 июня. Будут концерты, перекрытия улиц и наверняка фейерверк, но это не точно. Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за разлива солярки в Енисее в районе нефтебазы. Запах нефтепродуктов можно почувствовать метров, наверное, за 200 до этого места. На реке уже выставили боновые заграждения, но масляное пятно уносит течением. Глава края встретился с жителями Кежемского района. Как Михаила Катюкова встретили в первой рабочей поездке и что он пообещал людям. А бывший губернатор тоже не уходит в тень. Александр Успа участвовал в открытии самого большого в России буддистского монастыря в Кызыле. Енисейская Сибирь все-таки. В мэрии утвердили даты празднования Дня города. В этом году отмечать день рождения Красноярска будем три дня. С 9 по 11 июня. 395-летие города начнется с поднятия флага и награждения почетных граждан Красноярска. В мэрии рассказали, улицы украсят праздничными растяжками, установят концертные сцены, развернут развлекательные локации. В планах администрации перекрывать улицы, вероятно, речь о проспекте мира. А вот будет ли пока фейерверк неизвестно. Также неизвестно, приедут ли к нам столичные звезды, как, например, год назад. Тогда на площади перед БКЗ выступили Иванушки Интернешнл. Праздничные дни выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. Но в понедельник у нас будет еще один выходной. 12 июня отметим День России. Теперь о ближайших праздниках и о погоде. В конце апреля и в начале мая синоптики обещают дождь, ветер и даже похолодание. Прогноз знает Софья Толстопятова. Красноярский флагшток стал своеобразным городским флюгером. Направление ветра он, конечно, не показывает, а вот силу определить можно. Потому как часто приходится менять триколор. Например, сейчас подул легкий ветер и флаг слегка развивается в воздухе. А это вертолет, кружит над Николаевской сопкой. Целый месяц там вместо флагштока стоял один только шток. Сломалось крепление. Элемент изготовили заново и привезли в Красноярск. Поднять триколор стоило отдельных усилий, рассказала замглавы администрации губернатора Юлия Верхушина. Дрон не справился, а вышки не дотягивались. В итоге подняли силами промышленных альпинистов и вертолета. Флаг снова развивается над городом. Насколько его хватит, видимо, решит погода. Завтра в субботу ветер стихнет, а температура воздуха будет стабильно плюсовой. Ночью 9 градусов, днем потеплеет до 13. Синоптики обещают небольшой дождь. В ночь на воскресенье похолодает до 0 градусов, днем будет плюс 8. Долгожданный май не принесет теплые ветра в Красноярск. Даже наоборот, ночью в город придут минусовые температуры. А днем дождь с порывистым ветром. И хотя погода в эти дни не шепчет съездить на шашлыки, в МЧС предупреждают, противопожарный режим никто не отменял. Важно помнить, что разводить костер, и чтобы они было сжигать, необходимо только в безвредную погоду. Обеспечьте наличие емкости с водой рядом с местом использования открытого огня. И при разведении костров будьте максимально внимательны. Ни в коем случае не поручайте присмотра за огнем детям. Софья Толстопятова, Никита Сегай. Новости Прима. В этот теплый, но дождливый день дежурная группа начинает свою работу. Мы находимся на перекрестке улиц Урицкого и Кирова. Здесь изменилась схема движения для пешеходов. Если раньше они напрямую переходили дорогу, то сейчас здесь появились вот такие пешеходные ограждения. И теперь, чтобы перейти дорогу, например, здесь, нужно пройти метров 100 чуть выше до пешеходного перехода. Правда, новые ограничения красноярцев не останавливают. Ну, обходить с коляской, с двумя детьми, во-первых, туда я не поднимусь. Там есть лестница, там нет пандусов. Мне до туда, по той стороне, до пешехода не дойти с коляской. Ну, как я буду ходить? Буду здесь ходить, что делать? Дорожники уверяют, сделали все для безопасности людей. Идею поддержали и депутаты, и сотрудники ГИБДД. Было принято решение в целях безопасности ограничить выход пешеходов на проезжую часть и направить пешеходный поток на организованный пешеходный переход. Мы на правом берегу под Октябрьским мостом. И здесь давняя боль Красноярска, масляные пятна на Енисеи. Но складывается ощущение, что в этот раз все гораздо хуже. Здесь введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Администрация вместе с КНП сейчас все мониторит и ищет источник загрязнения. ГОИЧС выставили вот такие боновые заграждения, обработали сарбентом. Но такое ощущение, что это не помогает. Масляные пятна тянутся дальше вдоль береговой линии. Мы находимся здесь с оператором минут 10-15. Уже начинает болеть голова, першит в горле, запах нефтепродуктов. Можно почувствовать метров, наверное, за 200 от этого места. И находясь здесь, очень хочется, чтобы эта проблема была решена и в этот раз, и чтобы в будущем она больше не появлялась. Нет, вы посмотрите, какая красота. Это в сквере Пушкина открылась цветочная ярмарка. Она будет работать каждую пятницу с 9 до часу, вплоть до начала октября. Здесь опытные садоводы. У них можно купить цветы, саженцы, получить консультацию. Ну и я тоже решил обратиться за советом, как, возможно, начинающий садовод. Поливать надо, пропалывать постоянно. Какие цены? Допустим, петуния по 100 рублей, анютины глазки также по 100. Вот бегони 500 рублей, герани тоже 500. То есть, ну, в среднем вот 100 рублей вот так. Садоводам прямо сейчас сделайте первый шаг, приходите к нам, все расскажем, все покажем, обслужим как надо, что делать, посоветуем. Даже если, допустим, не растет какое-то растение на балконе, а советуем, посоветуем, что надо, чем обрабатывать тоже посоветуем. То есть, в принципе, даже незнающему и начинающему... Мы все расскажем, мы всех покупателей, людям, любим, приходите. На этом дежурная группа свою работу заканчивает. Ваших новостей мы ждем по телефону 202-22-22. Фото и видео присылайте в Viber или WhatsApp. Для вас дежурили. Павел Горшанов, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Бывший губернатор края Александр Ус сегодня засветился на открытии самого большого буддийского монастыря России. Построили его в столице Тувы Кызыли с размахом. 12 этажей, высота 56 метров вместе с колоннами, толщина стен почти 2 метра. Одним из инициаторов выступил фонд имени Кужугеты Шойгу. На открытии, кстати, приехали супруга министра обороны Ирина Шойгу и дочь Ксения. Были руководители нескольких регионов, депутаты Госдумы и священнослужители. В общем, кампания у Александра Уса подобралась внушительная. В целом же, по его словам, это событие по-настоящему историческое для всей нашей Енисейской Сибири. А далее еще несколько новостей коротко. Уже 44 жителя края пострадали от присасывания клещей. Все случаи региональный Роспотребнадзор зафиксировал за последнюю неделю. У одного из обратившихся за помощью медики обнаружили сибирский клещевой ТИФ. У другого – вирусный энцефалит. Врачи напоминают, клеща не нужно выкидывать после извлечения. Для своевременного диагноза его необходимо сдать на обследование. В краже 75 миллионов рублей у вкладчиков подозревает директора Красноярского банка открытия. По информации правоохранителей, банкир могла воспользоваться своим доступом к счетам клиентов и на протяжении нескольких лет выводить с них деньги. Возможно, у нее были сообщники. Сейчас заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». 10 тысяч пачек подозрительных сигарет на сумму более миллиона рублей изъяли полицейские в павильоне одного из предпринимателей Красноярска. Бизнесмен торговал нелегальным табаком по заниженной цене. Теперь ему грозит срок до 6 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Как минимум 60 миллионов рублей хотят попросить депутаты Горсовета у краевых властей. На эти деньги они задумали организовать на Левом берегу муниципальный приют для бродячих собак на полторы тысячи особей. Участок уже найден в районе ТЭЦ-3 на пограничников. 15-летняя теннессистка из Красноярска Мира Андреева покоряет мир большого тенниса. На матче в Мадриде она выбила из турнира «Мастерс» 14-ю ракетку мира из Бразилии «Беатрис Маю». Сейчас наша спортсменка выступает на престижном турнире ВТА с призовым фондом 7 миллионов 700 тысяч евро. Готовить рабочих для стратегических заводов края начинают сразу бригадами. Студенты проходят практику на предприятии, причем именно той группой, которой потом будут работать. Такой выход из-за кадрового кризиса нашли машиностроители и презентовали эту идею исполняющему обязанности губернатора. Михаила Котюкова пригласили на завод «Красмаш». Анна Гейнса расскажет подробнее. В принципе, можно будет очень скоро начинать. Верно? Верно. «Красмаш» у 90 лет, а некоторые цеха завода выглядят как космические лаборатории. Да они, собственно, такими теперь и являются. На заводе уже несколько лет идет модернизация. Производство все больше становится технологичным и как единое целое связано с наукой. Вместе с представителями от науки в Рео губернатора Михаил Котюков сегодня и приходит в испытательное подразделение завода. Цель – осмотреть производственные площадки, оценить техническое перевооружение предприятия «Легенды». А еще глава региона, ректоры вузов, члены правительства и директора ведущих машиностроительных предприятий должны решить, как насытить отрасль очень нужными сегодня кадрами. Еще год-два и вакансий будет больше, чем студентов, которые учатся в подходящих вузах и техникумах. Поэтому первое, о чем договорились глава региона и машиностроители, что еще школьникам нужно показывать перспективы профессии. Дети от самих инженеров должны узнать о плюсах, чтобы, например, готовиться к сложному ЕГЭ по физике. Результатом стараний может быть работа сразу после вуза или техникума с перспективами роста и достойной зарплатой. Сейчас цифры звучали, я не думаю, что я какие-то секреты открою, но на слайдах, на графиках была зарплата и 74, и 80 тысяч. Поэтому, конечно, здесь, наверное, уровень квалификации. Есть, наверное, попроще участки, где пониже может быть зарплата. Есть более сложные технологические новокоемки, значит, там, конечно, должна быть заработная плата выше. Я думаю, что это соотносится в том числе и с уровнем образования. Сами предприятия, если хотят заполучить ведущих специалистов, должны активнее участвовать в их подготовке, заметил глава региона. Но, с другой стороны, у заводов нет времени долго ждать. Готовых рабочих, что сразу вольются в процесс, они требуют от вузов и техникумов уже сейчас. А значит, меняться придется и тем, кто учит. Одновременно с этим они нам транслируют и другой запрос. Это должны быть люди, которые могут перестраиваться, могут адаптироваться к новым условиям. Вот это здание с купольной крыши – это один из корпусов Аэрокосмического университета. А вот здесь начинаются корпуса завода «Красмаш». И суть нового подхода в подготовке специалистов в том, чтобы студенты за время обучения буквально протоптали дорогу на завод. Выпускались уже специалистами-практиками, а в идеале – слаженными бригадами. Такой способ уже пробуют, причем прежде всего не в вузах, а в колледжах и техникумах, причастных к отрасли. Машиностроители рассказали Михаилу Котюкову о перспективных проектах отрасли «У нас в крае». Только на «Красмаже» производят оборудование для ракетокосмической отрасли, для добычи нефти, станки для самых разных производств. А есть еще завод Решетнева и другие компании, у которых все больше заказов. А значит, будет и работа для технических специалистов. Анна Гейнца, Илья Гришан. Новости Прима. Новый глава региона после своего назначения вообще ведет очень активную деятельность – публичные встречи и совещания ежедневно. Так, накануне Михаил Котюков провел первую рабочую поездку. Он посетил Кежемский район. Там жители его очень ждали, у них к власти накопилось много вопросов. А есть ли на них ответы, узнала Стефания Микишова. Мусорный полигон Кежемского района заполнен больше, чем наполовину. Это одна из многих проблем, которые волнуют граждан. В районном ДК полный аншлаг. Жители из ближайших сел и деревень приехали, чтобы задать свои вопросы главе региона. Каждый хотел высказаться и о чем-то попросить. Среди проблем разбитые дороги, высокие тарифы на ЖКХ и многое другое. Идем по пути за открытие села, потому что тарифы ЖКХ просто нереальные, неподъемные. Мы все пожелания передали Михаилу Михайловичу и очень ждем этого решения. Граждане очень даже хорошо выложили все, что у них на душе. Теперь эти вопросы нужно рассортировать. Часть вопросов, конечно же, брать на себя, не переадресуя их в край. А часть, конечно же, можно с помощью губернатора зарегулировать уже в краевом уровне, в министерствах и ведомствах. Я понял, что жители соскучились по вниманию краевой власти. Мы этот дефицит внимания будем восполнять очень быстро. Сейчас договорились с жителями, что закрепим членов краевого правительства за территориями, с кураторством, чтобы бывали здесь почаще в тесной взаимосвязи с главами районов, городов, депутатами законодательного собрания, обсуждали эти вопросы и на регулярной основе давали гражданам ответы. Также в Рио губернатора посетил районную больницу. В комментариях его телеграм-канала кеженцы жаловались на отсутствие ремонта в поликлинике и нехватку персонала, узкопрофильных врачей и элементарно терапевтов. Для молодых специалистов в регионе нет жилья. Квартирный вопрос в краевом правительстве пообещали взять на контроль, а также решить проблему с кадрами. Следующей точкой в деловой поездке стал спортивный комплекс «Жемчужина». Его отстроили недавно, и жители начинают осваиваться в новом здании. В нем просторные светлые залы и 25-метровый бассейн, в который съезжаются все жители Кежемского района. Этот спортивный комплекс мы ждали, я вот ждал всю свою сознательную жизнь. До этого у нас, допустим, спортивные залы существовали только школьные. Доступ в школы посторонним людям ограничивается. И появление нашего спортивного комплекса теперь просто, я так говорю, это для нас палочка-выручалочка. Из стратегических объектов глава региона посетил приангарский лесопромышленный комплекс Михаил Котюков, осмотрел цеха лесопиления и сортировки продукции, а заодно и проверил готовность предприятия к пожароопасному сезону. Особый противопожарный режим введен в 12 районах Красноярского края, но до Северного Кежемского пока не дошел. Большая часть территории здесь – густые леса. Тушить очень тяжело, поэтому у нас есть авиаотделение, которое работает с воздуха, и наземная служба. Работаем как можем. Еще одна проблема – демографическая. Все больше местных уезжают в большие города. Остановить этот поток и сделать жизнь в Кежемском районе комфортной – одна из главных задач признают краевые власти. Стефания Микишова, Дмитрий Руц, Новости Прима. Завтра стартует трехдневка больших майских выходных. В афише расскажем, куда сходить, чем заняться и как красноярцы решили провести календарные праздники. Среди вариантов – поход в баню, поездка в Благовещенск и написание курсовой. Подробнее во второй части выпуска. Школьники со всего края собрались в Красноярске, чтобы получить именные стипендии. В прошлом году ученики средних и старших классов участвовали в олимпиадах и конкурсах, создавали свои проекты и выступали с ними. Самых активных и одаренных торжественно наградили сегодня. Желаю, чтобы вы достигли побед и остались в Красноярском крае, при этом найдя ту уникальную возможность для самореализации здесь. Поздравил школьников и вручил удостоверение о стипендиях заместитель министра образования Денис Гиргилев. Краевые выплаты присуждают вот уже 25 лет. В этот раз заявки подали почти 150 школьников из 29 территорий Красноярского края. В итоге лучшими признали 33 учащихся. Они будут получать стипендии ежемесячно в течение года. Ребята отличились в самых разных сферах. Наука, литература, спорт, искусство. Обладатели стипендий рассказали, что планируют двигаться каждый в своем направлении и дальше. Ну а деньги потратят на подготовку к экзаменам. За 2022 год я успела трижды стать призером регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по трем предметам по истории, по обществу, знанию, по праву. Хотелось бы поступить в будущем на исторический факультет. Вообще, самая главная мечта – это преподавать в университете историю России. Следующий год у меня будет посвящен подготовке КИГ. Скорее всего, потрачу деньги на курсы для подготовки. Уже завтра стартует первая трехдневка Больших Майских. Отдыхать будем до 1 мая включительно. Ну а потом с 6 по 9. За эти дни можно успеть проехаться, покататься на экскурсионном трамвае, пробежать марафон на набережной или сходить в бар с красноярскими радиоведущими. Как провести выходные с пользой, расскажем в нашем обзоре. Сайт «Город Прима» и «Горновости» делятся афишей. День Победы в этом году начнем отмечать заранее, постепенно проникаясь духом памяти. 30 апреля, 1 и 9 мая пройдут трамвайные экскурсии «Город трудовой дублести» от Молодежного центра путешественников. 4 мая Красноярский туристко-информационный центр расскажет о вкладе нашего города в победу. Записаться на экскурсию надо заранее, длится она 3 часа с 7 вечера. Старт маршрута от Театра оперы и балета. Подробности по телефону 285-26-82. В субботу 29 апреля есть шанс встать пораньше и успеть на прогулку по гремячей гриве. Посмотреть красивые виды, проводить апрель. Центр путешественников ждет всех в 10 утра. Обязательно одежда по погоде, не скользкая обувь, высокие носки, термос и перекус. Участники до 18 лет только в сопровождении взрослых. Протяженность прогулки 8 километров. Это где-то 3 часа. 30 апреля коллектив ансамбля «Виртуозы Красноярска» отмечает юбилей 25 лет на сцене. В Малом зале филармонии прозвучат самые яркие номера наших солистов. С 29 апреля по 1 мая в «Пилоте» межрегиональный фестиваль «Стальной рассвет-2023» и открытый кубок Красноярского края по артистическому фехтованию. Это красиво и зрелищно. В субботу воскресенье мастер-классы, семинары, культурная программа. 1 мая турнир по арт-фехтованию и концерт. 30 апреля пройдет благотворительная акция «Килограмм каши» от общественной организации «Верность». Хотите помочь хвостатым? Приходите на Вавилово 25А. Приносить можно корм, крупу для животных, которые оказались в трудной ситуации. Расслабленное мероприятие пройдет 30 апреля в баре «Второе дыхание». Встреча с авторами радио-шоу «Зажигание». Утреннее шоу на радио «Красноярск» главное и начинает новый сезон с новой кровью. Ребята-радиоведущие рады будут познакомиться со слушателями. В программе презентация нового эфира, шутки, игры и фирменные сувениры началов. 15.00, маркер 18+. Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды. Как раз с 1 мая в 8 утра, сообщает в Енисейском бассейновом водном управлении. Не знаю, насколько сброс будет зрелищем, но развеяться и скататься в сторону Демногорска будет приятно. По прогнозам специалистов, уровень воды в Енисеи должен подняться минимум на 70 сантиметров. Ударно встретить 1 мая можно на центральной набережной Красноярска. Приглашаются любители северной ходьбы. С 9 утра начинает работу фестиваль «Ходи на здоровье» в программе «Марафоны». Трасса для любителей ходьбы и бега будет общая. Первыми в 9 утра стартуют ходоки с палочками. Для них дистанция всего 3 километра. Сегодня последний день приема заявок. Каждый участник стартов получит на финише памятную медаль. 2 мая в Международный день Гарри Поттера агентство «Циркусленд» проведет волшебную программу. С персонажами Гарри и Гермионы дети отправятся на поиски волшебных ключей в квартире академика в новом академгородке. Ребят ждут сложные испытания и встреча с профессором Дамблдером. На празднике будет работать фотограф. Мероприятие длится полтора часа. 5 мая Театр оперы и балета ставит концерт «Мулин Руш». Погрузиться в головокружительную эпоху, услышать музыку Оффенбаха и Штрауса и увидеть «Канкан» можно в 9 вечера. Тогда начинается музыкальное представление. Еще больше о майских концертах, выставках и мастер-классах на сайте «Город Прима». А мы решили спросить красноярцев конкретно, чем они займутся в ближайшие дни. Ваши планы и желания в нашем эфире. На дачу поедем, конечно. Работать. Какие разные у вас ответы. Поэтому все будет хорошо в любом случае. Не обидно работать в майские праздники? Да нет, тут все красиво. Иногда можно выглянуть и посмотреть, что происходит на улице. Красивые люди. Праздник, знаете, такая торжественная вспоминка. Мы с друзьями улетаем в другой город. Здорово. Что планируете там смотреть? Покулять по городу, посмотреть на Китай, который будет через реку. И покушать. Угадали, какой город Благовещенск? Да. Сначала мы поедем к дедушке. К папе. Ему 92 года. Да. Поэтому мы будем ему помогать. А потом мы соберемся с семьей за столом. Моевка это обязательно. И потом уже время будет. Съедем на дачу. Ничего, спать буду. Поедем на природу куда-нибудь отдыхать. Наверное. Родственники приехали. Наверное, писать курсовую. Не отдыхать. Нет. Почему курсовая именно на майские? А потому что все, как всегда, в последний момент. Честно сказать, я на работе буду. Работаю. У нас хозяйский график. А как так-то? Ну, что сделаешь? Отдохнете потом за майские где-нибудь? Конечно. На даче. А на даче что делать будете? Ну, что-нибудь убирать будем. Мусор все убирать будем. Вот это, конечно, отдых. Можешь шашлыки хоть жарить. Ну, это обязательно. К вечеру и банька будет. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok